В этом видео вы узнаете о кинематической схеме гидромеханической передачи Allison 3000 серии. Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Инженер. Allison Transmission – это компания из Соединенных Штатов Америки, которая специализируется на производстве гидромеханических передач для тяжелой автомобильной техники. При этом, впрочем, присутствуют и на рынке приводов для нефтедобывающего оборудования. На канале Инженер в YouTube уже есть видео про автоматическую коробку передач этой компании модели TC10. В этом видео будет рассказано о кинематической схеме трансмиссии 3000 серии. Интересный факт, что разработка трансмиссии TC10, которая опционально может заменять трансмиссии 3000 и 4000 серий, не позиционируется как их замена, а представляется как конкурент механических коробок передач с ручным или автоматическим управлением, производимых компанией ETHON. В этом видится стратегия компаний, производящих трансмиссии. Они не выводят на рынок новые продукты, которые призваны конкурировать с более старыми своими продуктами. В настоящее время между производителями автоматических трансмиссий на базе планетарных передач идет настоящая патентная война. Патентуются любые схемы, даже на первый взгляд неработоспособные. И число передач переднего хода в них уже доходит до 11-12. В коробке 3000 серии передач переднего хода всего 6. Схема запатентована в 1976 году и до сих пор остается актуальной. Она также применена в трансмиссии Allison 1000, 2000 и 4000 серий. Более того, после того, как срок действия патента закончился, немецкая компания Zanrad Fabrik использовала эту схему для модельного ряда своих трансмиссий Ecolife, которыми заменила модельный ряд Ecomat, содержащий трансмиссии с менее прогрессивной кинематической схемой, уступавшей по некоторым показателям кинематической схеме трансмиссии Allison 3000 серии. Этот случай является исключением из общей стратегии, обозначенной ранее, но имеет свои причины. Примерно в то же время, что и Zanrad Fabrik, данную схему стали применять для трансмиссии Минского завода колесных тягачей. Есть патент компании Mazda, в котором эту схему с некоторой модификацией предлагается использовать для автомобилей с поперечным расположением двигателя и передним приводом. Несмотря на то, что впервые эта схема была применена в коробке передач компании Allison Transmission, сам патент принадлежит компании General Motors, которая приобрела компанию Allison Transmission в 1983 году. В патенте номер 4070927 1976 года General Motors имеется несколько схем, но в гидромеханической передаче применяется только одна из них. Вот эта. На схеме видно три планетарных ряда. Каждый из этих рядов, как и планетарная передача, о которой на канале тоже есть видео, имеет солнечное зубчатое колесо, коронное зубчатое колесо, водила и сателлиты. При этом механическая коробка передач имеет входной и выходной валы. В качестве элементов управления используются фрикционы. В одном из видео канала рассказывается о элементах управления, применяемых для различных типов трансмиссий. Фрикционы содержат диски, часть которых соединена с одной деталью коробки передач, а вторая часть дисков соединена с другой деталью. Диски имеют возможность перемещаться в продольном направлении. Когда диски сжимаются, за счет трения они передают крутящий момент с одной детали на другую. Все элементы планетарных рядов, входной и выходной валы, либо соединены между собой жестко, либо могут соединяться между собой с помощью фрикционов. Планетарные ряды можно пронумеровать от 1 до 3. Фрикционы от 1 до 5. Жесткое соединение образовано между водилом первого ряда и короной второго, водилом второго ряда и короной третьего, с солнцем второго ряда и солнцем третьего. Водила третьего ряда жестко соединено с выходным валом. Входной вал жестко соединен с солнцем первого ряда. Фрикционы могут соединять следующие пары деталей. Входной вал с водилом второго ряда, входной вал с солнцем второго ряда, корону первого ряда с корпусом, корону второго ряда с корпусом и корону третьего ряда с корпусом. Фрикционы, соединяющие детали с корпусом, называют также тормозами. Тормоза останавливают детали. В данном случае три короны, соединяя их с корпусом. Фрикционы, соединяющие две вращающиеся детали, также называют муфтами. Муфты могут соединять входной вал с водилом второго ряда и входной вал с солнцем второго ряда. Мощность на входной вал передается с турбинного колеса гидродинамического трансформатора, расположенного перед механической коробкой передач. Кинематическая схема гидродинамического трансформатора выглядит вот так. На канале имеется несколько видео о гидродинамических трансформаторах. Заходите в соответствующий плейлист и изучайте полезную информацию. Кинематическая схема планетарной коробки передач Allison 3000 серии имеет три степени свободы. Это значит, что необходимо включить два элемента управления. В таком случае две степени свободы будут устранены и останется одна степень свободы. То есть при вращении входного вала с заданной скоростью выходной вал будет вращаться со скоростью пропорциональной скорости входного вала. Коэффициентом пропорциональности является передаточное отношение от входного к выходному валу. Само собой разумеется, что для включения конкретной передачи необходимо включить определенные элементы управления. Для каждой передачи в коробке передач будет свое передаточное отношение. На канале имеется несколько видео, в которых рассказывается о передаточном отношении и о том, как его рассчитывать. Зависимость между включенными элементами управления и номером передачи можно изобразить в виде таблицы. В первом столбце в ячейках сверху вниз указан номер передачи, начиная с передачи заднего хода. В первой строчке слева направо указан номер элемента управления. В данной схеме элементы управления задействуются следующим образом. Как видите, при управлении такой коробкой передач на каждой передаче включаются два фрикциона. При переходе между соседними передачами изменяется состояние только двух фрикционов. Один включается, второй выключается. Такая схема позволяет организовать более качественное переключение передач. При этом для управления коробками передач, имеющими другие кинематические схемы, существуют патенты на способ одновременного управления четырьмя фрикционами, когда два фрикциона включаются, а два других выключаются. Кроме того, в такой схеме можно реализовать переключение через передачу. Например, с первой на третью или на четвертую при сохранении того же условия изменение состояния только двух фрикционов. Один фрикцион выключается, второй включается. Трансмиссия Allison 3000 серии имеет следующее передаточное отношение по передачам. Их можно указать в последнем столбце таблицы со схемой включенных элементов управления. В принципе, они могут быть любые. Например, в коробке передач Allison 2000 серии, трансмиссии Ecolife от Sonrad Fabric или гидромеханической передачи от Минского завода колесных цягачей. При той же кинематической схеме передаточные отношения для каждой передачи отличаются. Передаточные отношения определяются параметром планетарных рядов. Этот параметр равен отношению числа зубьев короны к числу зубьев Солнца. Иногда при определении передаточных отношений коробки передач используют передаточное отношение планетарных рядов от Солнца к короне при остановленном водиле. Параметр от передаточного отношения планетарной передачи отличается знаком. Параметр всегда положительный, а передаточное отношение для такой планетарной передачи отрицательное. Найти передаточное отношение для каждой передачи можно по следующим формулам Ответ на вопросы в комментариях Жмите красную кнопку подписаться Продолжайте смотреть полезное видео о технике и технологиях на канале Инженер